я приветствую вас на канале повезушки станюшкой сегодня у нас 21 августа среда и я начинаю записывать для вас свой недельный влог буду делать включение настолько часто как только смогу буду показывать вам свои продвижения по процессам рассказывать какие-то интересные новости и в начале видео хочу поблагодарить всех зрителей моего канала которые под прошлым влогом написали мне очень много добрых положительных комментариев я очень вам благодарна девочки и признательна конечно же я не закрою свой канал не закрою доступ к видео потому что у меня на данный момент перед вами огромная ответственность во первых у нас проходит совместный проект девочки вяжут по моим мастер-классом и в любом случае я бы никогда не закрыла канал до тех пор пока девочки вяжут а ну я считаю что это неправильно закрывать канал так как все поначинали работы по мастер-классам да им нужно вязать и тут я закрою и все поэтому конечно же я не закрою канал возможно в будущем в связи с обстоятельствами я не смогу так часто снимать как сейчас уже будем смотреть по ситуации сегодня я хочу показать вам один процесс который я вязала в понедельник и вторник я довязала лицевую часть подушечки решил я все таки закрыть вот этот верх еще не отпаривал нужно отпаривать так как рисунок такой ажурный да и он имеет свойство стягиваться поэтому нужно отпарить обязательно у меня теперь есть классный инструмент отпариватель при помощи которого я смогу это сделать оставила я вот здесь кончик как я вам показывала девочки у меня было всего полтора моточка и как ни странно я в него вложилась там не ровно тютелька в тютельку хватило вот остался небольшой кончик я скорее всего потом им буду сшивать полотно не устану восхищаться этим узором мне очень нравится он как ложатся секции были до пришлось мне конечно повозиться что подобрать так как у меня обязался один моток полный конечно здесь никаких трудностей не составила а уже потом когда у меня осталось пол моточка мне пришлось пару раз отрезать этот моток остатки мотка чтобы подогнать секции в конце мне приходилось подгонять и розовый с белым чтобы не быть многословный покажу по кончиком да вот у меня вот здесь закончился первый моток ну и затем я начала уже подбирать вот здесь я присоединила 2 кусочек то есть связала вязала до отрезала и вот здесь кусочек и уже вверх мне пришлось три раза до прикреплять новую нить но в этом ничего страшного нет я кончики аккуратно спрячу и уже буду вязать лицевую сторону лицевую сторону я скорее всего буду вязать на выходных так как мы поедем к маме и в гости и вязать полотно лицевую гладью достаточно просто поэтому я думаю что я у мамы вторую сторону этой подушечки это вижу сначала я думала взять вот эту пряжу да это пряжа казал baby cotton но она немного конечно потолще чем было поэтому скорее всего девочки возьму я белую пряжу ту которую мне есть в наличии мне ее 4 по моему моточка и вот как раз на оборотную страну не хватит полтора моточка еще останется пряжа по носочкам как я и обещала в комментариях девочкам я сниму мастер-класс обязательно скоро вы увидите его на канале надеюсь так как сейчас монтировать видео не особо хочется во первых у нас сейчас и жарко то дождь хочется спать то еще что-то то поликлиника гоняет туда-сюда то еще что-нибудь расскажу для тех кто хочет связать такую подушечку сколько я петелек набирала до вязала я также на спицах номер три как и сам пледик и рассчитывала таким же образом как рассчитывала петли на плед то есть 11 петель у меня шло это для жемчужной вязки 2 кромочных и со второй стороны 11 петель раппорт рисунка 26 петелек но для симметрии брала еще 17 петель в конце так как я хотела полотно 45 сантиметров я умножала на плотность получилось 120 петелек чтобы выйти на рисунок я посчитала это три раппорта на 26 плюс 17 для симметрии 11 петель жемчужной 2 кромочных и 11 жемчужной получилось 119 петель вот эти петельки я и набирала но и вязала я всего 16 рядов вначале жемчужным узором далее четыре с половиной раппорта то есть по 28 рядов один раппорт рисунка вверх всего четыре раза провязала и 5 получается половина 14 рядов и затем закончила 16 рядов жемчужным узором и закрыла петельки уже обычным способом провязывая по две вместе кому понравился данная узор подушечка я оставлю ссылочку на плед вы можете связать не только пледа и подушечки таким красивым узором этому будет смотреться шикарно так что из новенького еще решила я с алиэкспресс китайского сайта заказать косметики себе немного попробовать я знаю что конечно же если покупать какие-то дорогие качественные товары это намного лучше для тела скорее всего не знаю насколько хороша косметика китайская но решила взять попробовать то вот такая тушь она недорогая можно сказать в два в три раза дешевле чем наши белорусские там здесь двойная кисточка 2 в 1 сначала идет вот такая кисточка кисточки такие как я люблю я не люблю почему-то последнее время резиновые кисточки и здесь тоже идет вот такая пушистая кисточка когда я стала пользоваться резиновыми щетками ресницы стали какие-то склеены непонятные такие пушистые щеточки самое то вот такую тушь заказала далее взяла вот такие кисточки ну соответственно тушь не успела попользоваться ничего про нее сказать не могу возможно потом когда-нибудь и оставлю свой отзыв кисточки ну ворс не вытягивается в принципе не очень хорошего качества заказала я в основном вот этот набор из-за того что мне нужно было вот эта кисть для теней тени я покупаю там кисточек нет поэтому отдельно кисточка у нас беларуси стоит как три вот этих набора что я заказала через китай вот такая кисточка для помады кисточка тоже классная или вот это для помады да ну и вот такая расческа можно брови ресницы расчесывать или красит а но они вот тут хорошего качества будут вот смотрите как они считаются мне кажется не или от ломаются скором времени или что-то с ними должно произойти но вот это вот крепко держится может нужно немножко поджать это крепко держится вот это немного считается надо две кисточки такого шевелится но мне очень понравился такой дизайн розовые красивые думаю для моего пользования я пользуюсь косметикой не очень часто не будет нормально и вот такой карандаш для бровей сначала рисуется контур и потом заштриховывается здесь идет в этом карандашики вот такая штучка выдвигается сам грифель да плохо видно не фокусирует камера вот такой рисует он достаточно хорошо его сказала так коричневые взяла с одной стороны карандаш а со второй стороны идет вот такая щетка то есть мы наносим сначала потом можем это дело аккуратно растошевать но я этой щеткой прям вот все стирается смотрится прикольно тоже попробую потом у меня сложится какой-то об этом карандашики впечатления вот такие у меня были покупочки из косметики у меня еще там пару вещичек идет решила все-таки себя немножко побаловаться не только вязанием новым заказать и вот такие повседневные нужные штучки для себя из вязания кофточку я еще желтую свою не вязала но обязательно сегодня вечером вся то завязание так как я уже основную часть работы сделала по подушке до что хотела план и теперь приступлю кофточки ну и встретимся с вами завтра и так у нас сегодня четверг 22 августа запишу кусочек влога хочу показать кофточку свою ажурную который я вижу для себя дочки я вязала симону если помните из пряжи ла носа боби кота вот такая пряжа да цвет для дочки я брала 928 а себе вижу из цвет сари слонимский полухлопок как помните в прошлом влоге я вам рассказывал что заказывала два моточка и вот я продолжаю вязать кофточки рукавчики вот на такой стадии сейчас кофточка моя находится уже практически закончена уже вязание рукавов довязала я сегодня до сотового ряда мне осталось 32 рядочка и буду переходить на вязание резиночки ну конечно же останется когда планку сделать я еще не подобрала сюда пуговицы нужно так же будет съездить посмотреть если в нашем магазине пуговицы у нас один магазин селена в котором можно что-то выбрать но выбор пуговиц там очень маленький вернее пуговиц там полно но например найти нужного размера пуговицы достаточно сложно буду смотреть что там есть подходящее в наличии хочется тоже какие-то желтенькие пуговицы если это будут пуговицы ну а из кнопок я считаю что кнопки у меня очень маленькие поэтому кнопочки все-таки лучше использовать для детских каких-то изделий по процессам это у меня пока все подушку лицевую часть я оставила на на выходные возьму с собой к маме и повяжу кофточку я планирую сегодня завтра довязать не знаю как у меня получится конечно же результаты свои я вам покажу не знаю наверное съемок не будет на выходных поэтому по приезду сниму заключительную часть покажу что удалось мне связать ну и конечно же расскажу покажу и и вы увидите уже все на моем канале но пока на этом все не буду долго задерживать до нового включения всем привет сегодня у нас 26 августа понедельник мы вчера поздно вечером приехали домой и ну и конечно же так как мы были в отъезде мне не удалось ничего поснимать для вас основном все время я находилась дома у мамы никуда не ходили нигде не гуляли поэтому никаких включений я не делала но зато хочу сказать что он я достаточно хорошо продвинулась в своих процессах на днях я выпустила вторую часть мастер-класса по джемперу и знака париж это видео я также монтировала у мамы но и сегодня покажу вам свои продвижения по процессам сначала начну я с этой желтой кофточки которую я вязала для себя я ее уже девочки довязала рукавчики полностью связаны вот таким образом они смотрятся и довязала с двух сторон планки еще и кончики не запрятала не успела но обязательно это сделаю вот так у меня получилось вывезти планочку сделала я всего семь отверстий для пуговиц сделала их небольшими так как скорее всего здесь будут небольшие пуговицы но я думаю где-то сантиметра два пуговичка точно пролезет вчера примеряла мне все очень понравилось как смотрится обязательно спрячу кончики сделаю вот его и тогда покажу вам фото на себе что хочу сказать по расходу пряжи по расходу на кофточку у меня ушли все моточки у меня как вы помните было всего восемь мотков и я еще два на . до купила то есть полный расход на кофточку 550 грамм вязала я и слонимской пряжи из полухлопка два сложения то есть в 2 моточка в одном моточке было 50 грамм 213 метров вот я сложила этих два моточка и вязала в две нити в этой кофточке мне в принципе все устраивает я когда все сделаю вот его и обязательно сфотографируем ее на себе и покажу вам ну как обещала экспресс мастер-класс по данной кофточке также будет что хотела еще вам сказать вязала я рукавчики довязала рукава я перешла на вывязывание планки у меня оставалось от двух мотков совсем чуть-чуть пряжи поэтому мне пришлось повозиться и несколько раз распустить планку для того чтобы подогнать подравное количество рядов один и второй вариантом дам сначала я связала вот эту планочку дам все равно я видела что у меня моточек один заканчивается на 2 в принципе оставалось столько же сколько и присоединяла дан для этого вязания ну и получилось что в мастер-классе я записывал что нужно связать 10 рядов планки то есть 9 вяжем 10 закрываем но я уже провязала восьмой ряд и поняла что мне уже на 9 не хватает поэтому пришлось оставлять вот эти петельки на спице вязать вторую планку смотреть хватит ли мне здесь на 8 рядов и потом делать закрытие но всего получилось что восьмом ряду я уже делала закрытие отверстие делала провязав 4 ряда но это я уже все расскажу в экспресс мастер-классе поэтому тютелька в тютельку даже на два ряда планки мне не хватило но если бы я провязала эту кофточку чуть покороче до сделала и и она и так у меня достаточно длинная получилось то мне бы конечно же пряжа хватило ну как связала так уже и связал ничего не исправишь кофточка мне нравится и с такой планочка я буду ее носить так это мой первый законченный можно сказать процесс и начала я у мамы вязать оборотную сторону подушки как вы помните вязала из беллы как и вот так она выглядит сейчас немножко помялась и взяла я белую пряжу было тут также потому что мне только белый цвет был в наличии набрала нужное количество петель как и на этой стороне и начала вязать все таки я решила связать жемчужную вязку по краям для того чтобы лицевая гладь не заворачивалась у меня с одной стороны будет открытый край для того чтобы вставлять подушку ну и я заранее уже предусмотрела то что лицевая гладь имеет свойство заворачиваться и решила сразу эту ошибку не допускать и связать по краю жемчужную вязочку провязала я немного да но это лучше чем ничего сегодня продолжу вязать подушечку буду сидеть наслаждаться вязанием ведь ничего сложного да нет вязание лицевой клади немножко жемчужной ни о чем не думаю вяжи себе и смотри свои любимые ролики там я буду смотреть youtube как и обещала сниму для вас мастер-класс по носочкам в ближайшее время прошу немножко вас девочки подождать потому что я только приехала и у нас сейчас подготовка к школе идет полным ходом задали нам на лето читать книги в третьем классе и делать по прочитанным паровозик то есть мы делаем в том году мы делали гусеницу на каждом кружочке писали прочитанное произведение в этом году мы делаем паровозик также на каждом вагончике мы будем писать прочитанное произведение и автора мы прочитали достаточно много поэтому дети как могли эти вагончики повырезали но а маме предстоит все написать так как вагончики сами по себе маленькие вместить то что считалось это просто нереально поэтому я доча сказала что мама сама напишет тоже нужно хотя бы часик в день этому уделить потому что эта школа стала совсем немного не хочется конечно идти в школу вот эти две смены меня убивают в том году дочка ходила на первую смену сына 2 в этом году они поменялись сын будет ходить на 1 8 класс а дочка в третий класс на вторую смену поэтому сами понимаете что 3 класс это еще не такой возраст чтобы отпускать ребенка одну ну как бы в школу может она и дойдет доедет на автобусе а назад уже особенно зимой будет очень темно и страшновато девочку отпускать одну да придется и ходить за ней и уроки в две смены и сына отправить ей никогда хоть он у меня уже взрослый да но я считаю что мама обязана отправить своих детей в школу ну конечно если она не работает а а если работает но у кого получается я так как сижу дома то я считаю своим долгом встать поднять свою попу с кровати и отправить детей так что еще ну как всегда сегодня началось все с домашних хлопот забот я никогда не сяду записывать видео там еще чем-то заниматься вязанием пока не наведу порядок доме сегодня мы с детьми сделали уборку мне сын пылесосе дочка моет полы ну а я взялась заготовку так как мы уезжали на три дня и стараемся ничего не оставлять на там было по минимуму из еды поэтому сварилась его не борщик сварила картошечки ну и конечно же гора стирки вот всего сейчас уже вторую на буду вынимается развешивать ну и смонтирую для вас вот такой небольшой влог на следующей неделе постараюсь поснимать вам побольше так как будет времени побольше и я думаю повяжу я также побольше но на этом все пишите свои комментарии ставьте пальчики вверх если вам было интересно ну и на этом мне все всем пока пока и до новых встреч и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok